Привет, мои хорошие! Я очень рада видеть вас на своей страничке. Меня зовут Дарья и добро пожаловать на мой канал Дарья Трисовать Мужик Каждый. Сегодня я покажу вам творческие покупки и если вам эта тема интересна, посмотреть какие краски, кисти, холсты, маркеры я покупаю, то оставайтесь со мной, будет много всего и надеюсь для вас будет интересно. Поехали! И начнем мы вот с такой вот огромной посылки, которая мне пришла от Малевича. Фирма Малевич, вы наверное уже о ней слышали и я в предыдущих творческих покупках самостоятельно приобретала от них холсты, но сейчас на обзор мне пришла куча-куча всяких материалов, которые я буду использовать в дальнейших видео уроках, которые снимаю для вас. За что им скажем огромное спасибо и начнем по порядку. Первое, что я вам покажу, что было в этой посылочке, это конечно же холсты от Малевича. Холстами я осталась очень довольна, плотная ткань, хорошо проклеены, прогрунтованные. Еще плюс данных холстов в том, что у них есть вот такие вот клинышки, так как холст хлопковый, а хлопок иногда может растягиваться, поэтому такие клинышки в эти моменты спасают, их вбиваете в уголки и холст снова натягивается и смотрится как ноги. Поэтому холсты от Малевича очень плотные, 380 грамм и 100% хлопок. Хорошо прогрунтованные. Не могу сказать, что они не тянут краску, потому что любой холст покупной я дублирую, грунтую заново, так чтобы перестраховаться. И вам это советую. Если вы холсты делаете, не сами покупаете, не важно какую фирму берете, всегда дополнительно еще раз прогрунтуйте хотя бы белой акриловой краской, чтобы наверняка холст краску не тянул. Ну а за эти холсты ставлю 5 с плюсом, отличные, отличные холсты. У меня их лежало 4 штучки, так что впереди нас ждут интересные масляные мастер-классы на этих холстах. Далее, что было в этой коробочке, это, конечно же, масляные краски, большая палитра. Что мне понравилось в этих красках, так это тюбик. Очень удобная крышечка, широкая. То есть удобно закручивается, прикручивается. В мастер-классе в Адоге есть такой минус, что данная горлышко очень узкая. И потом при закручивании, так сказать, когда краска присыхает, все это дело, так сказать, неудобно и некрасиво выглядит. Поэтому за это Малевичу плюс. Палитра интересная краски, что и на, как говорится, что на коробке, то и в коробке, да. То есть цвет на тюбике соответствует тому, что в тюбике. По пигментации краски понравились, смешиваются хорошо. То есть при смешении трех цветов, да, когда мы создаем третичный оттенок, не получается серости и грязи, а достаточно интересные оттенки в итоге выходят. Хорошо разбеливаются, тоже оттенки приятные. Поэтому, думаю, эта краска тоже будет очень удобна в работе. Ценовая политика у них ниже, поэтому мне очень жаль, что эти краски не представлены в моем городе. А если они представлены в ваших городах, то обязательно присмотритесь, думаю, останетесь довольны. Также в этой посылке лежал акрил. Акрил тоже имеет хорошую упаковку. Тоже мне понравилось, что горлышко у тюбика очень толстое. И еще очень большой плюс, что при открывании, вы видите, здесь есть защитная фольга, что позволяет акрилу долго не высыхать, если вы его еще не открывали. Поэтому за что огромный плюс производителю. Также по цвету краски очень яркие, плотные. Я бы даже сказала, что они гуще и плотнее, чем ладога, который я рисую. Поэтому акриловыми красками я еще больше довольна, чем масляными. Потому что масляные краски все-таки ладога мне ближе, но вот акрил Малевич мне много понравился, чем ладога, тем, что он плотнее, не такой прозрачный, как ладога. В этом огромный плюс. Поэтому тоже к краскам присмотритесь, яркие и хорошо смешиваются, дают красивые оттенки. Вдобавок к акрилу пришла еще текстурная паста. Она используется для объемной живописи. То есть, когда вы хотите сделать какие-то крупные, объемные текстурные мазки, то вы замешиваете текстурную пасту в акрил. Либо же, если вы хотите на основе, на холосте создать какую-то текстуру камушков, кирпичиков, дерева, коры дерева. Поэтому это все можно сделать текстурной пастой. Она быстро высыхает, плотная. Кстати, лучше, чем сонет, потому что в сонете, в текстурной пасте, во-первых, она не такая белая, и в ней присутствуют какие-то вкрапления, непонятный песочек. В этой же пасте такого нет, она плотная, белая. Мне тоже очень понравилось. Поэтому тоже в текстурной пасте Малевич присмотритесь, если вы увлекаетесь объемной живописью. В добавок ко всей этой красоте пришли еще ледяное масло очищенное, пришел еще разбавитель тройник, также матовый лак, акриловый лак, матовый и акриловый глянцевый лак. Вообще лаки, эта тема такая интересная, если вы занимаетесь масляной живописью, картину масляную, обязательно нужно покрывать лаком матовым, либо глянцевым, на ваше усмотрение, какой эффект вы хотите добиться. Но обязательно покрывать нужно после полного просыхания. Поэтому очень вовремя, кстати, пришли мне эти лаки, потому что картина у меня создалась уже за последнее время много, а лаками я еще их покрыть не успела, поэтому в ближайшее время этим и займусь. Также разбавитель тройник, он, кстати, намного пожиже, чем санетовский, который я беру, поэтому буду пробовать, но думаю, так как тут в составе скипидар льняное масло и домарный лак, более ничего не добавлено, и это отлично, значит, это чистый тройник в своем исполнении. Также льняное масло, очень достаточно такое густое, хорошо очищенное, то есть тоже уверена, что в работе пригодится. Небольшой, небольшой объем, но хватит его надолго. Также еще в посылке лежало огромное количество кисточек, за что огромное спасибо. Кисточки меня очень порадовали, длинный ворс, то есть длинные ворсинки, очень удобное нанесение краски, то есть в Рублеве у больших кисточек не у всех такой длинный ворс, поэтому эти кисточки как раз, кстати, пришлись мне. Тут две серии из светлой щетины и из темной щетины. Темная щетина по ощущениям моим личным похожа на Рублев, синтетика под колонок. Качество кистей, кстати, очень хорошее, то есть в видео про кисточки, если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите, ссылочку где-нибудь оставлю. Как выбирать кисточки, да, вот эта пуля железная должна плотно прилегать к ручке, ручка обязательно должна быть покрыта краской, то есть не голая древесина, чтобы кисточка в эстетическом виде хранилась дольше, поэтому обязательно берем ручку либо лакированную, либо покрытую краской, то есть обязательно она должна быть чем-то покрыта. Ну и сам ворс, ворс, во-первых, не должен линять и набита кисточка должна быть хорошо, то что щели вот здесь вот в пуле между ворсинок быть не должно. В этом плане кисточки отличные, посмотрим, как будут вести себя в работе, но думаю, в ближайшее время, в ближайший год вы их будете видеть в моих видео уроках, как я ими создаю картины. Ну и остальной набор очень порадовал, удобные ручки, приятно кисточки держать в руках, тоже выборка ворса, очень и не длинненький ворс, работать будет удобно, поэтому тоже кисточкам Малевич присмотритесь, так как таких кисточек в моем городе не представлены, я покупаю всегда только рублев, но на самом деле эти кисточки ничем не уступают, поэтому обратите свое внимание. Ну и с этой огромной посылкой все, мы ее отставляем в сторону и перейдем к тем покупкам, которые совершила я уже непосредственно в наших магазинах, еще до этой посылки, так как это видео я не снимала давно, уже больше месяца прошло, а в художественный магазин я бегаю часто, и не только в художественной. Сейчас весна, все прибирают и разбарахоливают, так сказать, свою квартиру, художники занимаются тем же самым, только, так сказать, разбарахоливают свои художественные материалы, поэтому для организации своих красок, своих бумаг я приобрела некоторые вещи. Первое, что я вам покажу, это вот такие пластмассовые уголки для хранения бумаг, очень удобно, то есть на моей полке творческой стало намного приятнее так это все выглядеть, да, аккуратнее, ничего не мнется, не валяется. И вот здесь полностью бумага у меня забита на виночки, первое, что я вам покажу, это вот такой вот альбомчик от Палаццо для графических зарисовок, то есть тут такая вот бумажка темная, крафт-бумага ее еще называют, очень удобная, удобный альбомчик, буду рисовать и зарисовками делиться с вами. Если вы хотите, чтобы рисуем скетчи было не только на белой бумаге, дайте мне знать в комментариях, напишите, обязательно и на такой бумаге урок сниму. Такой вот альбомчик, очень бюджетный, кстати, для эскизов самое то. Также для эскизов и вообще, можно сказать, для моей работы, так как вы знаете, что я художник-педагог и в основном занимаюсь обучением онлайн, сейчас у меня идет два курса по скетчингу, скетчинг фигуры и скетчинг портрет, и на каждом занятии мы делаем много зарисовок, все это подробно разбираем, именно в плане анатомии и в плане, как это правильно все быстренько зарисовать. Поэтому для зарисовок я взяла себе бумагу пищу, всегда берите бумагу, если вы берете бумагу для зарисовок, не меньше 80 грамм. Обычно бумага для ксерокса, она 60 грамм и на самом деле она очень тонкая, даже для зарисовок, я бы сказала, не подходит. Это вот такая вот, именно 80 грамм, отлично подойдет для зарисовок. Я довольна, рисую вместе со своими учениками и им такую бумажку активно советую. Стоит бюджетно и для зарисовок самое то. Следующее, что я вам покажу, это акварельная бумага. Я взяла бумагу, конечно же, палаццо с хлопком, как без него. К сожалению, от третьего формата планшет бумаги с хлопком я не нашла палаццо, но, думаю, в ближайшее время найду. У меня есть планшет без обычной акварельной бумаги, без хлопка, но она мне не так нравится, как с хлопком. Поэтому, если вы еще не пробовали акварельную бумагу палаццо с хлопком, то обязательно попробуйте, она вас удивит. Также я взяла такую папочку с акварельными листочками. Здесь они уже не белые, то есть акварельный лист не белый, он такой больше бежевый. И тиснение у него идет под холст. Тоже интересно на нем работать. Не так хорошо на нем ложится акварель, как хотелось бы, но даже не для акварели, а для каких-то других графических материалов. Бумажка отлично подходит, поэтому тоже присмотритесь. Стоит она недорого, даже дешевле, чем с хлопком. Такая бумажка для акварельных зарисовок тоже отлично подходит, если вы не хотите тратить огромное количество денег на акварельную бумагу. Ну и, конечно же, я взяла папочку для гуаши. Данную бумагу я не использую для гуаши, данную бумагу я использую для графики. Мне очень нравится, как графит раскрывается на этой бумаге. То есть графит становится не серым, а с черным подтоном, и получаются замечательные графические работы. Поэтому, если вы еще не пробовали, тоже советую попробовать, потому что на обычной ГОСТ бумаге, на какой-то обычной бумаге для черчения графит все-таки раскрывается серым подтоном, и мне это не очень нравится. На такой бумаге для гуаши графит раскрывается намного интереснее, намного глубже. Поэтому тоже обратите свое внимание. Также для организации пространства я всю свою масляную краску достала из этюдника, потому что постоянно его открывать-закрывать проблематично, и он занимает много места в квартире. Поэтому всю масляную краску я сложила в контейнер, бытовой контейнер. Купила в обычном бытовом магазине еще один маленький контейнер для моих разбавителей и кистей для масла. То есть очень удобно в таком контейнере хранить масло. Постоянно достаю и использую. Тут же я докупила, когда разбирала свои кисточки для масла. Конечно же, много кистей я выбросила, так как они уже тянулись с университетских лет. Да, университет я закончила в 2012 году, представляете, да? Поэтому я решила, что пора им сказать до свидания, и еще раз убедилась, что кисточки Рублев, они очень-очень долговечны. Но докупила себе еще три кисточки. Две полукруглые, плоские, номер 6 и номер 8. Еще раз повторюсь, что Рублев это мои любимые кисточки. Постоянно их беру и очень ими довольна. Еще взяла круглую синтетику под колонок номер 3. То есть это все синтетика под колонок. Серия замечательная. То есть их я беру и для гуаши, и для акварели, и для масла. Так как я пишу тонкими слоями в технике многослойной живописи. Поэтому данная кисть мне очень подходит. Как вы заметили, щетиной я не пишу. Техника и пастозных мазков, и аля прима это не мое. Поэтому отдаю предпочтение именно таким мягким кистям, податливым в работе. Также докупила я тройник. Тройник я докупила еще до этой посылки. Но что хочу сказать о тройнике. Данный разбавитель-тройник, он еще в составе имеет спирт. То есть в отличие от Малевича спирт. И он пахнет так пожестче, чем Малевич. Но удобен в работе. То есть тройником я пишу уже по подмалевку. То есть это второй слой проработки над масляной картиной. То есть первый слой я пишу на разбавителе. Я его взяла давно. У меня это все очень экономично расходуется. То есть первый слой масляный на разбавителе. А уже второй и третий я пишу на тройнике. Тройник дает более плотный красочный слой. Добавляет блеск масляной краски. И в дальнейшем картину можно не покрывать лаком. Многие считают. Но я все картины покрываю лаком. Так как слой лака делает, так сказать, оживляет цвета, снимает верхнюю пленку. И все цвета, так сказать, начинают, раскрываются полностью, вот так скажем. Поэтому тройник это именно для последующих слоев работы с масляной краской. Тоже очень удобен в работе. Также я обновила набор масляных красок. Закупила я ладогу, так как в связи с повышением цен это не обошло стороной художественный магазин. Раньше я брала всегда краски только мастер-класс, так как в них натуральные пигменты. А ладога эта краска подешевле, так как в них пигмент синтетический. Сейчас я беру только ладогу, потому что по цене она намного, так сказать, доступнее, чем мастер-класс. Но, что я заметила, что ладога ничем не уступает мастер-классу. И вот это присутствие синтетического пигмента не улучшает смешивание красок. То есть, когда ты пишешь вторичными, третичными цветами ладогой, не чувствуется никакой серости, никакой грязи. То есть, сейчас производители научились создавать такие приятные пигменты. То есть, такого нет в санете. То есть, в санете третичный цвет становится грязным. Но ладога отличный вариант. То есть, полностью заменяет мне мастер-класс. И даже, можно сказать, подмены я не чувствую. Ну и продолжаем тему масляных работ. Конечно же, не обошлось без холстов на картоне. Взялся санетовский холстик. Такие холсты я использую в онлайн рисовании. Когда мы с учениками работаем в онлайне, я рисую в прямой трансляции. Удобнее использовать именно холсты на картоне при постановке камеры. То есть, он у нас тоненький и удобно лежит на столе. Но, так как вы знаете, что холсты я делаю сама, по традиции, конечно же, я взяла двунитку. Всегда беру плотную. То есть, она бывает разная. Вы смотрите, трогайте ручками, чтобы она была плотная. Если вы еще не видели видео про холсты, как я их делаю сама, то обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю где-нибудь здесь и в описании под этим видео. Конечно же, я взяла подрамники. Как без них? На что же мы будем натягивать двунитку? И для того, чтобы натягивать холсты, я, конечно же, взяла скобы. И также в хозяйственном магазине, помимо скоб, я еще взяла малярный скотч. Куда без него? Потому что все мы знаем, что без малярного скотча в творчестве будет очень-очень сложно. Он позволяет нам приклеить бумажку и вообще не травмирует рисунок при снятии. Поэтому малярный скотч – это must have любого художника. Ну и напоследок я вам покажу маркеры, которые я взяла. Взяла и четыре маркера. Стоят они, конечно, так не дешево. Взяла я попробовать, потому что в своих зарисовках я использовала обычные фломастеры. Здесь решила взять маркеры кисти фирмы Flex. Копиков у нас в городе не представлено. Поэтому прежде чем заказывать их большим набором, я решила попробовать что-то подешевле. Просто посмотреть, нужен ли мне этот материал. И посмотрим, приживется ли у меня маркер и буду ли я делать ими зарисовки. Но в целом мне они понравились и по цвету, и по манере наложения штриха. То есть именно кисть меня очень заинтересовала в этих маркерах. Если вы рисуете маркерами, напишите. И какими вы рисуете маркерами, мне будет интересно. Потому что этот материал для меня новый. И пробовать что-то новое всегда нужно. Не нужно стоять на месте, а всегда идти только вперед. Вот этим я и буду с этими маркерами заниматься. И на этом все. Наболтало длиннющее видео. Если вы досмотрели его до конца, огромное вам спасибо за внимание и главное терпение. Постаралась показать я все, что приобрела за последнее время. Если что-то забыла, то покажу в следующих выпусках. И если вам эта тема нравится, рубрика творческие покупки, хотелось бы, чтобы выходила чаще, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. И конечно же поделитесь в комментариях, что вы приобрели за последнее время, что вам особенно понравилось. Думаю, остальным зрителям мне будет интересно это прочитать. Всем большое спасибо еще раз за внимание. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока.